Утром уроки, вечером банкеты. В Одесской области школьную столовую сдавали в аренду под семейные торжества. Тревогу забили родители учеников. Почему в школе выпивают и насколько это законно, узнавал Андрей Анастасов. Село Михайлополь Ивановского района. Татьяна, мать ученицы местной школы. В воскресенье женщина увидела в школьной столовой гулянка. Оказалось, один из жителей праздновал 60-летие. Вечером все закончилось, на утро дети пошли на занятия, а Татьяна теперь не унимается. Вдруг кто-то из гостей болеет, например, туберкулезом. Директор школы удивлена такой реакцией. Дескать, столовую сдают уже много лет. Показывает договоры с арендаторами. За один вечер берут 500 гривен. Деньги идут на банковский счет школы. Ну а как вот спиртные напитки в школьной столовой? А детей нет, хоть они там, ну вот и святкают, это 60-летие. И я не вижу тут ничего такого, что мы людям допомогли святкувать свой день на ручку. В сельсовете утверждают, это не противоречит законодательству. И опасные инфекции детям не грозят. После проведения этого захода, основной умой было то, что проведена полная дезинфекция самого помещения. Всех площадь, которые использовались. Но не все так просто. После сельского мы отправились в районный отдел образования. И там заявили совершенно обратное. На учебные помещения школы не сдаются в аренду. Тем более для проведения таких заходов приватного характера. Учителя оправдываются. Сдают помещения в аренду не от хорошей жизни. Даже заплатить за тот же самый телефон, купить те же самые журналы, ту крейду. На все это нужны деньги. И мы их должны где-то брать. Кто прав, в этой ситуации станет известно после проверки. Ее уже назначили. В любом случае, скандал уж точно привлек внимание к плачевному состоянию сельских школ. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область.